Следующий комментарий. Во время учебы два года мы гордились тем, что никогда не ругались, а на самом деле противоречия таили в себе. Но что страшного их говорить? Друг уважает твое мнение, а мы жалко боялись потерять дружбу. Надо высказывать, обязательно высказывать это противоречие, этот хейт. Благой хейт это уже большой дар. Спасибо за бесплатную, как говорится, консультацию. Такой хейт терапевт. Обожаю их. И вот прошло пять лет, и мы впервые поругались. Да так, что еле живы остались. Друга я потерял, но приобрел урок на всю жизнь. Лучше рано сказать, чем поздно бомбить. Да, не надо бояться конфликтовать. И, как писал Кант, друзья дружбы нет. То есть, это был его тост. Друзья дружбы нет. Так что, про дружбу очень хорошо пишет Эпикур. Тема очень интересная, дружбы. Но правильнее все-таки такая позиция, на мой взгляд, правильнее. Платон мне друг, но истина дороже. Поэтому истина всегда дороже. Вот так. Так что, да, надо говорить то, что вас не устраивает. И потом посмотрите мой ролик, почему друзья предают. Очень интересно тоже. Что касается хейтеров, то никакой пользы от них нет, на мой взгляд. Хейтеры – это просто говно. Люди, которые разрушают себя или уже разрушили, и хотят разрушать других. Вот и все. Хейтерство, мне кажется, лучше всего описывает как раз знаменитый треугольник Карпмана. Жертва, преследователь, спасатель. И в чем выгода этого, в чем выгода нахождения в этом треугольнике Карпмана? В том, что человек снимает с себя ответственность за свою жизнь и испытывает сильные негативные эмоции. То есть, вот те, кто, вот этот хейт, хейт, да, не сами себя накручивают. И, в общем, они живут вот в этом, в этой ненависти. И это, конечно же, самоненавистничество. И разрушая других, они разрушают себя. Вот и все. Ненависть же – это палка о двух концах. Она бьет по тому, кто ненавидит. Так что это глубоко больные люди. Вот. Пользы нет никакой. Это хейтеры, это говно. Поэтому, что я делаю? Я их удаляю. Просто блокирую. Ну, зачем? Надо очищать, надо смывать это все, да. А не придавать этому значение. Просто смывать, очищать от них пространство. Да, есть эти люди, но они ведь и удовольствие от этого получают. От своего хейтерства. Такое извращенное, да. Вот. Их же очень много. Это же токсичные люди. У меня есть рассылка прекраснейшая. Просто как противодействовать психовампирам. Вот это психовампиры. Манипуляторы, да. Их цель-то какая? Подорвать вашу веру в себя и разрушить вас. Все. Ну, как вы будете реагировать на человека, который хочет вас разрушить? Ну, и есть, наконец... Это очень все субъективно, да. А есть, наконец, объективные показатели. Вот, например, в моей работе это... Где хейтеры-то на канале? Так вот, количество подписчиков растет. Я, кстати говоря, нас всех с этим поздравляю. Все наше сообщество Оригинал ТВ. Нас уже больше 62 тысяч. Так что наше сообщество растет оригинальных людей. Дальше. Количество просмотров увеличивается. Вот меня тут YouTube хвалит. Отличная работа. Чуть ли не на 70% увеличилось количество просмотров. Каналов нашего. Людей, которые обращаются ко мне за психологической помощью, тоже увеличивается. На консультации и так далее. Ну, и моя жизнь, конечно, она все более и более интересной становится. Я же не только там, в теории все. Мне интересно все на практике применить. Свои психологические знания. И когда я их применяю, я понимаю, что какой у меня богатейший, огромнейший мир. Я просто космос. И вот когда я соприкасаюсь с людьми, которые мелко плавают, мелко мыслят, ну, это все очень чувствуется сильно. И люди даже побаиваются часто вот этого, этой свободы, этого космоса, этой вселенскости моей. Ну, это напрасно, потому что стоит познакомиться со мной поближе, и все меняется. Наоборот, начинают себя и меня любить, и себя любить. И ценить. И понимают, что весь этот космос мой работает на них. А так, да, счастливый человек, он будет просто отталкивать от себя все негативное. Конечно. И демоны просто, вот, чужие демоны ко мне не приближаются. Они меня боятся. Потому что трудно, трудно вынести чужое счастье. Очень трудно. Трудно вынести чужой позитив. Вот я люблю позитивных людей, например. Я спокойно переношу. Вижу счастливые лица самодостаточных людей или там пары влюбленные. Меня это радует. Меня радует чужое счастье. Я очень рад, что... Я сам счастлив, когда другие счастливы. Меня это не смущает нисколько. Там, что-то богатство, еще что-то. Во-первых, я и не завидую никому, потому что я знаю цену этого богатства. Она очень высокая цена, которую люди заплатили за то, чтобы быть богатыми. Вот. Поэтому я их уважаю, этих богатых людей. Я счастлив за то, что у них есть то, о чем они мечтают. Просто это не ответ на вопрос, так как Джим Керри сказал, что когда вы будете богатыми и знаменитыми, вы поймете, что это не ответ на вопрос о смысле жизни. Но, кроме того, мы знаем, что есть такое понятие, как идентификация. То есть, когда человек не имеет каких-то своих собственных достижений, то он пытается идентифицировать себя либо с группой людей, с каким-то сообществом, государством. Кто такие патриоты? Это люди, которые ничего в жизни не достигли, но им удовольствие доставляет принадлежать какой-то группе людей. Я гражданин такой-то страны. Вот смотрите. Гордость. А сами они ничего из себя не представляют. Либо идентифицируют себя с вещами. Вот у меня машина дорогая. Вот смотрите. Я что-то значу. Хотя, кого сейчас удивишь этим? Кого удивишь машиной и деньгами? Никого. Удивить можно только, вот как меня... Ну, творчеством, например. Меня можно удивить только тем, что человек создает. Творчеством, например. Стихотворение сочинит красивое. Или музыку, или песню, или картину напишет. Вот здесь меня люди удивляют, действительно. Все богатые люди. И вот еще и творцы. Ну, прекрасно. Прекрасно. Вот этим я восхищаюсь. Не тем, что они имеют, а тем, что они создают сами. Своими руками, своим умом. Своей душой. Самой главной душой, конечно. Вот, что... А так, еще раз говорю, да, что хейтерство, хейтерство не заслуживает внимания даже. Потому что, ну, это как... Как вот... Ну, токсичность. Как токсичность, да. Как яд. Ну, что? Это слово, как оружие такое. Ну, вот человек ходит по улице и бритвой размахивает. Или ножом. Ну, как вы будете относиться к этому? Хейтерство – это пожелание смерти другому человеку и себе. Как вы к этому будете относиться? Какая в этом польза? Этого пользы нет. Поэтому надо просто от них подальше держаться. Вот и все. Я их блокирую. И в жизни, и на канале, на нашем. Ну, а есть такие... Да, и люди ведь гордятся тем, что они хейтеры. Вот всякие там отрыжки. Разные. Вот человек и использует свой ум для того, чтобы ненавидеть. Вот. Злословить, да. Как я к таким людям отношусь? Как к отрыжкам. Тоже. Мне они неинтересны. Там, где нет любви. Там, где нет созидания. Нет... Нет достоинства, благородства. Какого-то такой радости. Не злорадства, а именно такой радости настоящей. Вот надо же, как сказал. Вот я вам читал стихи средневековых лириков, да? 13-16 века. Вот сколько там радости. Правда ведь, как это здорово, прекрасно. Вот это я. Это я очень люблю. Это я уважаю, восхищаюсь этим. Ну, все остальное это... Это говно. Так я к этому и отношусь. Так что... Не выдумывайте там смыслы какие-то, которых нет. А просто удаляйте это из своей жизни. Дело все в том, что я занят собой. Вот у меня есть желания мои, да? У меня есть потребности. У меня есть мечты. У меня есть цели жизненные. Задачи мои. У меня, в конце концов, есть знания. Знания психологии. Знания себя. И эти знания, которые требуют тоже применения, которые меня окрыляют, поддерживают и которые меня ведут вперед. Потому что пока мы живем, наша жизнь не прожита. Пока мы живем, мы самореализуемся. Пока мы живем, мы познаем. Пока мы живем, мы мыслим. Пока мы живем, мы действуем. Пока мы живем, мы достигаем. Пока мы живем, мы меняемся. Пока мы живем, мы учимся. И эта жизнь мне дана для того, чтобы я достигал своих результатов. То есть, ненависть – это как раз убитое время. Никаких результатов. Вот треугольник Карпмана. Мы об этом тоже говорим на занятиях моих, на консультациях. Что треугольник Карпмана не только снять от себя ответственность за свою жизнь, испытать сильные негативные эмоции, но и не получить никакого результата. Никакого. Это жизнь безрезультатная. Но представляете, а мне нужны результаты. Мне нужны результаты во всем, чем я занимаюсь. Как в своих делах я добиваюсь всегда результата, так и помогаю другим людям. И у всех есть результаты эти. Вот о чем речь. А негативные эмоции никаких результатов не дают. Ничего. Поэтому это все способ профукать жизни. Вот пишут люди, которые превратили свою жизнь в говно, профукали ее. И они же о себе говорят. Поймите, что никто ничего не может сказать обо мне. Никто ничего. Это же моя жизнь. Это же я живу своей жизнью. Никто не знает ничего обо мне. Не, ну, что-то знают, конечно, но это же все это фрагменты. А так, целиком, это никого не интересует. Никого. И это нормально. Это интересует меня. Это основание послать всех нахер. И думать только о себе. Я проживаю свою жизнь в полном одиночестве. Да, мне встречаются люди, конечно. Это не полное одиночество. Нет. Я люди, но они попутчики. А так, даже ведь родители не интересуются своими детьми. И не могут прожить за детей свою жизнь. Даже гиперопекающие матери хотят прожить. Они могут. Их дети во что превращаются? Они превращаются в зависимых. В наркоманов. И у кого какие зависимости? У кого-то химические, у кого-то эмоционально-поведенческие. Но гиперопекающая мать не может прожить за ребенка и уберечь его от всего. Наоборот, она делает его беспомощным. И что дальше? Что дальше? Невозможно прожить за другого человека его жизнь. Просто сделаешь его беспомощным. А дальше он будет жить своей беспомощной жизнью. Всего бояться на свете. Он не устроит свою жизнь или она? Девушки и так далее есть. Вот и все. Ты не проживешь. Он может только испортить человеку жизнь. И вот это хейтеры. Так и мыслят, что они... Они так и мыслят, что... Я просто испорчу жизнь человеку. И этим гордятся. Понимаете? Люди гордятся тем, что они говно. Люди гордятся тем, что они кому-то навредили. Кому-то могут испортить жизнь. Это предмет их гордости. Потому что больше гордиться нечем. Почему столько стукачей? Доносчиков? Почему люди так любят мелко гадить? Почему люди к власти рвутся? Чтобы гадить по-крупному. Вот. И этим гордятся они. Гордятся, что вот они там ублюдки последние. Да? Конченые люди. Ну... В преступном мире это предмет гордости, да? В эти властные структуры тоже. Рады, что... Как они могут испортить человеку жизнь. Сломать судьбу. Они наслаждаются этой властью над людьми. Так вот, надо лишить другого власти над вами. И хейтеров надо просто лишать этой власти над вами. И все. И посылать их на три буквы. Или на пять. Кому как нравится. Кому что... Кому что нравится. Те, кто тяготеет к экономии языковых средств, посылают на три буквы. А те, кто... Не экономит, посылают на пять. Так что думайте только о себе. Живите своей жизнью. Мир это иллюзия. Мир это спектакль. И опять же, это клоуны. Просто такие злые клоуны, которые свой спектакль устраивают. Свои какие-то навязывают там что-то нам... Свое видение. У меня свое есть видение. А зачем мне чужое? Другие... Другие вам ничего хорошего не предложат. Вот если им можно чему-то научиться у хейтеров, то там урок какой-то извлечь в пользу, да? То это осознать, что другие вам ничего хорошего не предложат. Только ненависть. Все. Поэтому не надо никого служить. Не надо зависеть от чужого мнения. И так живется очень весело и здорово и прекрасно. А самое главное, результативно. Нам нужны результаты. Результаты нашей деятельности. Результаты нашего мышления. Результаты нашей активности. И они есть. Они есть. И я очень рад этому. Все у меня получается. Все супер. Все отлично. Я ничего не форсирую. Я не рву пупок. Я, чтобы чего-то достичь, я очень спокойно... Очень спокойно живу. И просто иду к своим целям. Получаю максимум удовольствия. Возможного удовольствия от жизни. И, конечно, меня очень радует моя мудрость. Это... И моя способность учиться. Вот я думаю, что мудрость это синоним обучаемости. Мудрость это способность учиться. Ну, не то, что там... Ну, да. Извлекать уроки из любой жизненной ситуации. Вот это и есть мудрость. Мудрость. И когда мы получили урок, мы всегда благодарим. Мы можем только поблагодарить человека, который нам этот урок преподнес. Поэтому поначалу у нас какая реакция на урок? Негативная, да? А потом... И извлекли урок. Превратили лимон в лимонад. Увидели, к чему ведет нас негативное переживание. Оно всегда ведет к свету, счастью, радости, любви, к празднику, веселью, к душе. И поблагодарили. А благодарность? Благодарность это основа радости. И вот мы снова радуемся. Снова. И получается, что все хорошо, все прекрасно. Так и живем. Радуемся. Всегда радуетесь. И благодарим, и любим. А радость, что вот... Значит, благодарность основа радости. А радость это... Как раз в проявлении любви. Любви. К себе. Ну и опять. Я же отличаюсь от других. Я-то себя люблю. Может быть, хейтерство, знаете, еще может быть чем? Таким, таким, как бы... Лакмусовой бумажкой любви к себе. Почему? Чье мнение для меня важно? Или даже не мнение. Это же не мнение. Да, это оценка. Ну, мнение. Ну, назовем. Мое мнение. Моя оценка. Или оценка анонима какого-то. Все же хейтеры, они анонимны. Все. Под странными никами пишут там и так далее. Вот. Тем более, человека, которого я не знаю. Знать не хочу. Ну. Это лакмус. Так что, конечно, на меня это не действует. И это очень хорошо. Я еще себя больше уважаю и люблю за это. Думаю, ну, молодец. Вот психолог ты классный. Макс. Максим. Какой ты психолог классный. Мирового уровня. Масштаба. Гениальный. Как это все работает в твоей жизни. Как ты здорово это можешь передать другим. Помочь людям. Просветить их. Передать эти знания. И как здорово, что люди идут к тебе. Говорю о себе. Я за этими знаниями готовы платить за это и меняться. И готовы тебя слушать и трансформироваться. вот. Вот это самое главное. На чем я фокусируюсь, да? Опять же. Мое позитивное мышление. Смотрите, как все здорово. Поэтому хейтеры, они не действуют. Просто не действуют. Это это просто куски говна, которые я обхожу и все. Я в это не вступаю. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, море позитива, счастья, радости, любви, спокойствия и результатов. Хороших результатов. Субтитры создавал DimaTorzok